303 день войны, 4 августа, и сейчас, конечно, все основные новости вращаются вокруг возможной иранской атаки в ответ на ликвидацию Исмаила Хании в Тегеране, даже называют две возможные даты этой атаки. Кроме того, в Иране там продолжаются чистки, репрессии по отношению к корпусу, внутри корпуса стражи исламской революции, иранцы определились с версией, как именно ликвидировали Исмаила Ханию, различные западные страны призывают немедленно граждан своих эвакуироваться из Бейрута. В Израиле произошел теракт, ножевой теракт в городе Холон, это самый центр страны, двое погибших, террорист убит, и внутри Хамаса созрело понимание, что нападение 7 октября на Израиль было ошибкой. Вот тут вдруг неожиданно они пришли к такому выводу после целой серии ликвидации их крупных функционеров. Всем привет, меня зовут Сергей Услензер, вы на моем канале, поддержите, пожалуйста, это видео, всегда об этом прошу, это очень помогает. Лайкайте обязательно, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, оставляйте комментарии, включайте уведомления, можно помочь каналу финансово, это тоже важно и нужно. Кнопочка супер спасибо, супер thanks или сердечко с долларом, две платформы Boosty и Patreon, ссылки на них находятся в описании, и можно стать спонсором канала на YouTube. Все это очень помогает, и огромное спасибо всем, кто это делает. Ну начнем все же с теракта, это произошло в городе Хулон, как я уже сказал, рано утром, относительно рано утром, где-то в районе 7.30 террорист, это был нелегал из палестинской автономии, из города Сальфит, он находился в Израиле без разрешения, работал где-то на стройке, он напал с ножом на прохожих, вот просто вышел на улицу, начал резать людей, напал на мужчину, который занимался на вот в такой тренажерной зоне на улице, напал на пожилую пару и на пожилого мужчину. Пожилая пара просто вышла утром прогуляться, в итоге погибли двое человек, это вот женщина, 66-летняя из этой пожилой пары и 80-летний мужчина. Парень, вот 26-летний и муж погибшей женщины получили ранение, они в больнице, их жизнь вне опасности, террорист был ликвидирован, застрелен одним из полицейских, который там оказался вот рядом с этим местом, чуть позже был задержан предполагаемый сообщник этого террориста. Проблема с палестинскими нелегалами продолжает оставаться очень такой острой, серьезной и давным-давно дискутирует там правительство и служба безопасности, что нужно разрешить палестинцам работать в Израиле, иначе их все больше будет проникать в поисках работы и с ними все больше будут проникать различные террористы, а те, кто будет попадать в Израиль официально, будут проходить проверки безопасности, усиленные, ужесточенные, их будет меньше, имеется ввиду вот этих рабочих, но тем не менее это даст какую-то возможность им зарабатывать, кормить свои семьи. Еще раз говорю, единственного мнения нет, я с ней выражаю свое отношение, я просто рассказываю о том, что некоторые министры считают, что это будет награда за 7 октября, представители армии и сил безопасности считают, что это даст возможность им зарабатывать и, соответственно, снизит вероятность взрыва в Иудее и Самарии, имеется ввиду социального взрыва и на западном берегу, в общем. Короче говоря, дискуссия эта пока ни к чему не привела, но нелегалы продолжают совершать теракты. Проблема в том, что герметично граница между палестинской автономией и Израилем не закрыта, там есть заграждение, есть забор, вот стена бетонная, там в некоторых местах достигающая чуть ли не 5 метров высоты, но кое-где эти заграждения разрушились, кое-где они там сами в них пробили дыры, перелазят через них, есть и такие кадры, прямо лестницу ставят и вот туда-сюда перелазят. Кроме этого, всегда находятся желающие заработать на том, чтобы перевести нелегало, вот подобрать его где-нибудь там и за денежку перевести в центр страны на работу и некоторые подрядчики продолжают их брать на работу, потому что физически рабочих рук не хватает, причем не хватает катастрофически. Была идея заместить их иностранными рабочими, но это не получается пока, потому что это не так просто, то кажется, что давайте мы сейчас сюда вот китайцев миллион привезем и они у нас будут работать, это нужны билатеральные соглашения с этим государством, логистика, вот Шри-Ланка, например, предлагала своих рабочих, но у нас нет с ними даже прямого авиасообщения. Короче говоря, очень много проблем, а на пике работало 200 тысяч палестинцев, то есть 200 тысяч пар рабочих рук из Израиля после 7 октября исчезли, а на разного рода работах, всяких вот таких тяжелых, в том числе физических, израильтяне не работают. Все хотят сидеть в офисе, все хотят, значит, руководить, быть начальниками или в хай-теке там придумывать какой-нибудь очередной хитрый алгоритм. Это все нормально, это все правильно, но учитывая ситуацию, нужно было об этом заранее позаботиться. Никто не позаботился и вот сейчас столкнулись с такой проблемой. Теперь перейдем к Ирану, потом поговорим о Хамасе, просто Иран это важнее. Вчера американское посольство, в Ливане которое, распространило обращение к своим гражданам, в котором говорилось, что призывает американские граждане немедленно покинуть территорию Ливана, купить билет в любом направлении, ну, разве что не в Иран только, вот, и улететь, пока есть коммерческое авиасообщение, пока вообще еще билеты продаются. Улететь куда угодно, только вот, чтобы убраться из Ливана, а тем, кто не может по каким-то причинам это сделать, приготовиться к длительному пребыванию в защищенных помещениях, в условиях там сильных бомбардировок. То же самое озвучили и британцы, американцы даже предлагают, у них как-то это называется, репатриационный кредит, ну, дескать, у кого нет денег, приходите в посольство, деньги дадут, купите себе билет и улетите. То есть ситуация более чем серьезная, надо сказать, что с начала войны, с 7 октября, американцы еще ни разу не призывали своих граждан покинуть немедленно территорию Ливана. Были предупреждения от их государственного департамента о том, что не надо туда ездить без особой необходимости. Но вот, чтобы вот немедленно покинуть всем, кто там находится, вот это прозвучало, пожалуй, впервые. То же самое британцы, итальянцы, французы, украинцы, россияне, в общем, все практически сейчас страны требуют или просят от своих граждан немедленно покинуть территорию Ливана, потому что дело, очевидно, катится к большой войне. Когда эта большая война может произойти? Вот тут вопрос, называют две даты сейчас. 5 августа, это, собственно, завтра, в понедельник Иран может атаковать территорию Израиля. В связи с этим американцы тут активно готовятся. Майкл Курила, это командующий центральным командованием США, который отвечает за Ближний Восток, прибыл сейчас сюда, проводит там встречи, консультации. В Восточное Средиземноморье стянута очень внушительная группировка американского флота. Туда сейчас на всех парах идет авианосная ударная группа во главе с авианосцем Авраам Линкольн. С южной стороны Аравийского полуострова находится авианосная ударная группа Теодора Рузвельта. На базы центрального командования на Ближнем Востоке переброшены в том числе стратегические бомбардировщики. Вот это важный момент. Не только истребители, которые будут отражать ракетный удар Ирана в случае чего, или хизбаллы, а именно бомбардировщики, которые могут поучаствовать соответственно и в ответном ударе. Но пока не будем опять же загадывать, трудно сказать. Вторую дату называют это 12 августа. На 12 августа выпадает день 9 августа. Это такой вот всееврейский день траура, потому что в этот день по еврейскому календарю 9 августа были разрушены 1 и 2 Иерусалимский храм. Это такой очень важный, очень трагический, символичный день в истории еврейского народа. А учитывая склонность иранцев к символизму, опять же война-то у нас идет с ними не просто так, а война религиозная, война смыслов, война цивилизаций. Они вполне могут выбрать и этот день тоже. Опять же последим, будем смотреть за ситуацией. Если это не будет завтра, то будем уже думать, что все-таки это будет 12 августа. Что касается истории с ликвидацией Исмаила Хании, то в Иране определились... Расследование ведет корпус стражей исламской революции. У них, видимо, есть внутри некое подразделение такое расследовательское. Они определились с версией, он погиб в результате прилета ракеты, небольшой ракеты, 7 килограммов боеголовка в окно. Вот его, собственно, номер, его спальня. Я на Google Map нашел это здание в Тегеране. Это не так сложно на самом деле. Осинт Аналитика базируется, как известно, на открытых источниках. Вот сейчас вы его видите у себя на экране. Обведено красным кружком, а стрелкой указан тот угол, куда попала ракета. Вот если мы сделаем зум-аут, то есть увеличим карту, то вы увидите, что это прям северная окраина Тегерана. То есть это здание буквально одно из последних в ряду зданий. Дальше начинаются какие-то пустыри, рощи, горы, поля, леса, сады, там непонятно что. Вот оттуда теоретически можно запустить такую ракету. Вопрос, что это была за ракета. Предположить, что это был РПГ с его прицельной дальностью, там, ну 300, ну 400 метров максимум. Как-то сложно. Это нужно очень близко подобраться к зданию. Возможно, там называли, среди прочего, противотанковую ракету «Спайк» израильскую, которая имеет высокоточное наведение, которую вот реально можно положить в окно прямо. У нее как раз боеголовка примерно соответствует по тому, что говорят иранцы. Но вопрос, что это была за ракета. Или это была ракета «Спайк СР» – Short Range короткого радиуса действия. Или «Спайк МР» – Medium Range, то есть среднего радиуса действия. У них плюс-минус сопоставимая дальность. Около двух километров. Высокоточная система наведения. Есть даже принцип «выстрелил, забыл» реализован. То есть теоретически, если точно знать, в какое окно нужно стрелять, можно использовать «Спайк». Вопрос, как он попал в иран. Раз, нужно кто-то, кто умеет им пользоваться. Два, это не кофеварка и не скороварка. Это более серьезное оружие, более серьезное изделие, которым нужно уметь пользоваться. Значит, кто-то, кто умел или проходил где-то обучение и умеет применять такое оружие. Кроме этого, нужно же точно знать, где он находится, этот самый хани. То есть, в принципе, версия с кротом внутри корпуса стражи исламской революции вполне возможно имеет место. В Иране сейчас чистки, репрессии, аресты там повальные. Был арестован глава особой полиции КСИР. Это вот подразделение, которое отвечало, в частности, за охрану первых лиц. Вот он арестован. И ему вменяется в вину шпионаж в пользу там чего-то враждебного государства. Ну, кто у них враждебное государство, тут особо гадать не будем. То есть, ощущение такое, что иранцы широким бреднем метут всех подряд в надежде зацепить кого-то, кто реально имеет отношения. Ну, понимаешь, допрашивать они умеют. Я уж не знаю, там, как эти допросы происходят. Пытки это бессмысленная, кстати, история. Потому что под пытками человек оговорит себя и признается в чем угодно. Вон, красные маршалы и командиры оговаривали себя на допросах в НКВД, признаваясь в шпионаже там на 10 стран, потому что к ним применялись такие вот меры допросов и так далее. Не суть. Суть заключается в том, что иранцы до сих пор не понимают, как такое вообще стало возможно. Да, еще раз, самый охраняемый объект. Очень плотная охрана, видеонаблюдение, в том числе внутри здания. Вроде как есть кадры, вот сейчас пишут некоторые и западные, и арабские медиа, что все-таки это были бомбы, которые занесли в номера агенты МОСАДА, завербованные иранцы, иранцы, завербованные МОСАДом, зашли в несколько номеров, там оставили эти бомбы. Вроде как на кадрах видеонаблюдения они есть, но агенты, которые исполняли вот эту вот миссию, они должны были понимать, что там есть видеонаблюдение. Вот якобы они покинули территорию Ирана. Короче говоря, по-прежнему вопросов больше, чем ответов. Понятно, что МОСАД не будет рассказывать о технологиях своих операций. Лет так через 50 рассекретят данные какой-нибудь операции, которая называлась там как-нибудь хитро, типа там длинная рука или что-нибудь в этом роде. И вот тогда мы, собственно, узнаем о том, как это все происходило. Иранцы, еще раз говорю, отрабатывают пока версию с ракетой. Что кто-то вот выстрелил ему в окно ракеты. Посмотрим, опять же, к какому выводу они придут. Но они продолжают угрожать Израилю. Они продолжают плодить там вот эти невероятные угрозы о вратах ада, что это будет не так, как в прошлый раз, там 5-10. Но очевидно, что они пытаются выбрать какой-то вариант, как бы вот так вот отомстить, показать всем, какие мы мощные и крутые, но при этом не нарваться на такой прям чувствительный ответный удар. Надо сказать, что Иран в его нынешней конфигурации, вот исламистской, после исламской революции воевал-то только один раз на поле боя. Это была Иран-Иракская война, в которой иранцы не добились никаких впечатляющих успехов. Война там очень быстро отманевренная перешла к позиционной. И 8 лет они бодались, а линия фронта вот как проходила на начало этой войны, так примерно там и осталась. Иранцы тогда понесли тяжелые потери и в общем не проявили себя там, прямо скажем, каким-то образом. Но понятно, что между Израилем и Ираном прямого столкновения быть не может в силу фактора географии. Но вот столкновение технологий, у них ракеты, у нас самолеты, высокоточное оружие и так далее, оно как раз может случиться. И не факт, что Ирану там как бы будет очень приятно от такого столкновения. Кроме этого есть фактор американцев. А вдруг Байден решил войти в историю? Ему все равно уже в ноябре-то уходить, да? Ну не в ноябре, а когда там в январе инаугурация. Ну грубо, ему осталось там максимум полгода власти. А он может попытаться войти в историю, как человек, который решил проблему ядерного Ирана. Кто его знает? Поэтому это такой момент довольно сложный. И еще один важный момент. Как правило, Иран в рамках вот этой вот гибридной скрытой тайной войны между ним и Израилем действовал силами своих прокси, каких-то тайных операций и так далее. Теоретически можно организовать удар, скажем, из Сирии, Ирака и, допустим, Ливана по территории Израиля в отместку за ликвидацию Хани, но это будет вообще не по понятию. Хани это был убит в Тегеране, когда у них, так сказать, гостил, когда они отвечали за его безопасность. И доверять эту разборку своим прокси как-то получается уж совсем непрестижно. По этому поводу очень много, кстати, в арабской прессе пишут, что сейчас они вот подставят опять арабов под удар. Это вполне как бы в персидской философии, да? Руками арабов делать там какие-то свои дела. Да, кроме этого у Хизбаллы намечается своя разборка с Израилем в ответ на ликвидацию Фуада Шукра. И в общем и целом Ирану придется предпринять самому что-то. Да, тот предыдущий удар обошелся им малой кровью. Какой-то радар там один разлетелся на кусочки. Но в этот раз может быть совершенно по-другому. И поэтому вот в Тегеране решают одновременно несколько задач. Кто предатель, кто сдал Ханию, кто его ликвидировал. И как бы нам так отомстить Израилю, чтобы при этом потом самим не пришлось это разгребать завал и долго отстирывать штаны. Что касается войны с Хизбаллой. Ну скажем кратко. Там был вчера обстрел севера. 50 ракет были запущены. Вот по Кириадшмоне и окрестностям. Большую часть перехватил железный купол. Даже совершенно такая рутина войны. Это происходит буквально каждый день. Буквально. Поэтому, видимо, ликвидация Шукра и была проведена с целью сломать эту форму. Вызвать Хизбаллу на более серьезный ответ. Чтобы получить легитимацию для более серьезного ответного удара. Сейчас, конечно, такая война нервов идет. Кто первый моргнет. Хизбалла тоже, судя по всему, размышляет. Как бы вот ей-то отомстить. Но при этом так, чтобы потом от Ливана хоть что-нибудь осталось. В общем, тут такие вот уравнения с многими неизвестными имеют место быть. И следим за ситуацией. Есть предположение, что они могут атаковать по отдельности. Допустим, Хизбалла, потом Иран. Могут атаковать одновременно. Могут атаковать с перерывом в несколько часов и так далее. Чтобы перегрузить ПВО. Мы пока не можем совершенно сказать, как это будет. Но совершенно очевидно, что, по всей видимости, и Хизбалла, и Иран примут участие. Вот в ударе по Израилю, если он все-таки состоится. Вопрос стоит и перед Иерусалимом, кстати. Как бы нам так сделать Айталам побольнее. Но при этом тоже не устроить тут огромную региональную страшную войну и так далее. Вот тут я наткнулся на любопытный материал. Написал его Василий Говорухин. Я не знаю, мы с ним не знакомы. Но пишет вещи чрезвычайно разумные. Так вот, он сделал такой своего рода анализ о том, как можно Тегерану сделать очень больно. Причем буквально вот за считанные часы. Причинить ему колоссальный совершенно ущерб. Так вот, он нашел три объекта. Потеря которых станет для Ирана просто катастрофой. Буквально экономическим ударом совершенно жутким. А потеря всех трех одновременно, она просто вышибет Иран из статуса региональной сверхдержавы. И сильно снизит его возможности по нанесению ущерба вообще всем окружающим. Самое главное, по выращиванию вот этих прокси-группировок. Потому что они все финансируются Ираном напрямую. Итак, остров Харк. Он находится в Персидском заливе. И там расположен крупнейший нефтяной терминал Ирана, через который проходит 90% экспорта нефти Исламской Республики. 90%. Это 60 миллиардов долларов. Весь экспорт, точнее в целом, это 60 миллиардов долларов в год. А 80% экспорта это нефть. Еще раз. 90% нефти проходит через Харк. То есть почти вся. 80% всего иранского экспорта это нефть. И это 60 миллиардов долларов. Соответственно, если этот терминал снести, то Иран потеряет десятки миллиардов долларов. Конечно, они там постараются найти ему какую-то замену, построить альтернативу. Но это быстро не происходит. Такие объекты за три дня не построишь. Есть Кенганский завод по переработке газа. В чем суть с этим заводом? В том, что Иран является очень крупным потребителем газа. У них вся энергетика, ну две трети генерации происходят за счет газа. И если при этом один только завод по переработке газа существует в стране. Один. Вот если его снести, то Иран останется просто без электричества, без света. В принципе, и это будут большие проблемы, соответственно. В том числе и такого стратегического характера. И есть такой порт, называется Шахит-Раджаи. Это город Бендерабаз. Вот на карте все видны эти объекты. Это единственный иранский глубоководный порт с доступом в Персидский залив, соответственно, в мировой океан. 40%, почти половина иранского импорта и столько же примерно экспорта проходит через этот порт. Если его там повредить, как было с портом Хадейда, например, то это будут очень серьезные перебои с поставками различного рода промышленных товаров в Иран и с вывозом иранской нефти оттуда и соответствующими последствиями. Там есть и другие, конечно, уязвимые места, как пишет Василий Говорухин. Но в целом он вот объекты определил довольно правильно. То есть снести эти три объекта. Нет генерации электричества, нет экспорта нефти и нет импорта промышленных товаров. Причем израильские возможности позволяют сделать это буквально за один день. Вот буквально. В свое время, когда Иран с Ираком воевали, Ирак тоже с помощью там стратегических бомбардировщиков, полученных еще от Советского Союза, там использовали, в частности, Ту-16 и Ту-22, обстреливал ракетами иранские нефтепромыслы. Вот так без особого успеха. Это все-таки были 80-е годы, тогда другие были ракеты, другие возможности. Сейчас возможности Израиля совершенно не сопоставимы с теми, соответственно, в лучшую сторону. И вот можно Ирану сделать чрезвычайно больно, но какой способ ответа на иранский ответ выберет Иерусалим, тут пока сложно сказать. Короче говоря, ситуация находится в развитии, ситуация очень динамичная, она продолжает развиваться. И мы за ней следим, в случае необходимости немедленно записываем очередное видео и выкладываем его на канал. Поэтому включите уведомления обязательно, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо, что смотрите. Продолжаем, увидимся в ближайшее время. Всем пока. Продолжаем. Продолжаем.